Друзья, сегодня не расскажу, а покажу две базовые ошибки, два основных принципа при отработке упражнений в босс-тене. Работают все и начинающие спортсмены, и боксеры высокого уровня. Конечно, боксеры высокого уровня ошибки не совершают, но для новичков, смотрите. Первое. Вы, когда делаете босс-тене, очень много стоите перед одной плотностью, особенно если есть зеркало. Все зависли и смотрим только на себя. Ни в коем случае соперник крутится, поэтому серию кинули, сразу в сторону серии кинули, сразу сместились. Обязательно постоянно смещение по кругу. Выбрали точку и крутимся вокруг этой точки постоянно. Это первое. И второй момент. Это обязательная защита после каждого последнего удара в серии. Этим ударом может быть джеб. Джеб – защита. Двойка – сразу защита. Любая серия – сразу защита. Защита может быть любая. Уплончик, точнее ныровок, оттяжка назад, движение на ногах, скручивание, разрыв дистанции. Все, что хотите. Но каждый последний удар всегда сопровождается защитой. Поэтому нарабатываем босс-тене и вот эти два принципа, они должны быть приоритетными. Сверя, хоп, сместились. Раз-два закрылись. Раз-два-три отошли. Постоянно должна идти работа с учетом вот этих вот базовых принципов. Иначе смысла в отработке не будет. И в голове всегда представляем модель боя. Какого-то соперника. Левшу, правшу, жесткого, ударного, с длинными руками, с короткими. И что-то стараемся с ним постоянно придумывать с учетом вот этих двух принципов. В принципе.